Сегодня у нас 29 июля 2024 год. Я нахожусь тут возле скворечника. Вот тут шарик у нас. Шарик, шарик, шарик. Наш шарик ушел в свое дневное отдохновение. Вот тут у нас был тут сделан ремонт. Тут братья моих глины все обложили, чтобы вода стекала. Дождь подбежала и показал, что глина свежая и капли пробивают. Чтобы это не было, наложили травы. Игнать Тихонович трудился, брат Сергей Цыганов. Вот сейчас посмотрим, что там Игнать Тихонович ходит. Что он там делает. Какую-то прогулку тут совершает. Пален пушистик, пасется возле тяжки. А что вы тут делаете? Наматываю. Надо около 10 километров пройти. Но если туда вот сейчас я прошел 10 метров, считай 10. Ну и обратно 10-20. Вот такое мне надо 350 раз пройти. 350 умножить на 200 на 20 метров туда-сюда. Ну и 7 километров и будет. Ну вот здесь я хожу. Надежда Васильевна надала мне вот этих вот. Там я их сшил. Ты можешь показать, какие они. Кошки отдельно. Матрасики взял. Ну, тут я вижу, в чем дело-то. Закрываю с днем. Не надо закрывать. А сейчас я могу убрать. Это у меня все это съело солнце. А теперь я палатки военные. Свет включаю. А теперь выключаю я его. Это просто показать хотел. Вот я три раза прошел. Теперь разворачиваюсь туда. Маленько ускоряю. Считаю, сколько раз пройду. А у меня здесь, если комары, вот у меня пилоточка такая, ну, рваненькая, конечно. И часы. Я посмотрю, сколько. Я так посчитал, что мне нужно на 150 поворотов, 150, один час. Я поэтому считаю, ошибаюсь, а часы уже точно показываю. Ну и... У меня сразу дело исправилось. У меня совсем никуда не пошел. Полтора месяца я не ходил. Все, сидел и прочее. Ну и досиделся. Не считая вот этой трубы, которая ахнула по голове. 20 килограмм. Это не игрушка. А теперь я вот 5 раз уже прошел, как сейчас. Я делаю 50. 50 я захожу, смотрю, какие сообщения нет. И дальше опять по часам 20 минут. 20 не будет. 18 минут. Мне надо туда-сюда 50 раз сходить. Вот это я сюда пришел. Теперь вернулся. Видишь, сколько у меня этих матрасиков-то. И главное, что босиком. Это большая разница. Раз, два, те я сшил. Три, четыре, пять, шесть. Шесть разных. Ну вот и Надежда Васильевна мне дала. Здоровье трудящихся, дело самих трудящихся. Еще всероссийский, всесоюзный староста Калинин говорил об этом. Ну вот я доволен. А эти вчера ели, и кости у меня туда попали. Я их выбирал, выбирал, и перенес еду сюда, в столовую. Вот. Ну ладно, пойду я. У меня, если срочно что-то, я тапочки сразу раз к дверям подошел. А если идти надо, куда? У меня сапоги рядом. Вот мои сапоги, они мне очень нравятся, хорошие такие. Никто их не возьмет. Даже если я лягу спать, дверь не закрою. Ну вот видишь как. Или просто так. Где мои шестнадцать лет? И главное, сегодня смотрел, черная кошка. Ооо. По одному сантиметру все проверил, где дырочка спасалась. Вот это вот. В коробке залезло. Вот такого не видал. И не пошла никуда. Это делали мы. Не зря. Хотя бы то, что черную кошку теперь я сам выпускать буду. А не когда она захочет. Вот такое дело. Все, благодарю, брат. Слава Христу. Большое дело для меня это. А это что? В 1773 году изготовлен был. Вот он. Она вырезана. Кошка-то кошка рванула как. Неверующая видать. Кулакова боится. Удрала. Это преступники как-то они грабили вагоны. А у меня две собаки были. Восточно-европейская. Называют немецкая теперь. Ну, я буголовным розыском занимался. Собаки очень хорошие. Они следовую работу брали. Сколько часов пройдет. Там вон там лес где. И за лесом там на бугре видели человека. А мне сказали, он там прошел. А куда он пошел? Теперь я должен определить по следам. Она сразу берет след. Щелночным методом бегать. Наткнулась. И куда? В соседнее село. И на баню он залез там, спрятался. И оттуда мы его вытащили. И вот я поеду с работы. Вот я к примеру говорю. У меня больше было бетонный колодец. Он туда залез. Аранжирный парк. Барнауль это. И мы его тут и схватили. Это учеба была такая. А вот теперь. Настоящее то время, когда я стал смотреть-то. Как у Бога это все высчитано. Они грабят. Вытащили холодильники. Ковры какие-то. А я с работы иду рядом прямо. Ну, только линию перейти у меня. А здесь человека четыре есть. Я их посадил сидеть. Подошел еще тут делать. А прямо около моего сарая. А дом у меня через дорогу. Вторая строительная 62-16. Но они меня уже знают. Да вот. Немедленно сейчас туда. Или я вас сейчас собак натравлю на вас. А собаки сидят, смотрят на меня. Назад в вагон. Я не в вагон все это занесли. Это грузовые поезда идут. А дальше там пассажирские. А тут он не ходит. Прямо около сарая рядом. Так, давайте договоримся. Вы больше сюда не приходите. И я про вас нигде не скажу. А я их все знаю. С нашей улицы. Ну, так и было. Утро, утро. Еще толком не расцветало. У меня уже милиция пришла. Так, говорят, вы вчера тут такое делали. Я говорю, да. Большое дело делайте. Но кто был? Я говорю, я сказать не могу. Как? Ну, не могу. Они дали мне слово, что никогда не придут. И было такое дело. У них как-то две ворождественные группировки. И все-то там сильно в лесу было-то. И Господь как-то положил им на сердце. Это, говорит, тот дед, который нас-то тогда-то оттуда-то убрал-то. И никому не сказал. И они где-то там ехали, говорит. А протянулась машина, она с воском была. Мед был и колокол. И они утром мне принесли все. Я говорю, не своровали? Нет. А он грязный такой. В грязь упала машина. И они несколько такие вот круги воска толстая. Куда они везли там где-то. Вот как бывает. И так вот. А я в окно даже смотрю его. Один парень. У него двое ребятишек, кажется. А у меня сарай на той стороне, окололинии, прям рядом. А он, я уголь привез, а он в ведро-то кладет и сам оглядывается. Мне до того жалко стало. Я вышел, подошел рядом, стою. А он, когда уже ведро-то второе нагреб, грянул на меня. Вот так, я говорю, знаешь, я смотрю на тебя, до того жалко. Ты не воруешь. Это я тебе дал. Я тебе дал. Ты понял, нет? Сколько надо, бери на зиму. А у меня, я могу купить еще. Он таким другом стал. Как где-то ступался, это вообще. Вот ни на чем Господь делает. А я все равно он уголь взял, назад он не вернет. А один раз у меня уголь привезли, а я его замерил. Полторы тонны не хватает. Полторы тонны. Я написал статью в Алтайскую правду, а там напечатали. И денег дали за статью ровно на полторы тонны. Вот нарочно, когда рассказываете какие-то сказки. Не сказки. Вот собака, когда мы там тренировались, Булыгина, в Барнауле. Капитан Никитин, кажется, был. Из уголовного розыска. И вот, допустим, ночная. Человек пробежал бы здесь. А там кладбище вот так вот. За ними ночью я не увижу где. Собака бежит там. В ней делает еще, чтобы фонарик светил там. И вот где она бежит-то? Я стою и кричу, сидеть! А я не вижу никого. Голос! Она залаяла. Гляжу на два метра дальше. Она туда метров на двадцать и дальше. Ну и вперед след ищи. Я бегу по прямой дороге, а она там между этими куда-то человек прошел. Ну и там вот на Рожингем пар, где вагоны ремонтируют. Вышли туда. И она... Кирпичный колодец и сверху железная крышка. На дороге бывают такие-то. Ну оттуда это учебно было. А когда обратно шли, увидели, я его... Не так, что теперь я его достал и будем разговаривать, как вот с Сергеем там. Нет! Впереди меня не меньше пяти шагов, чтобы он не вернулся. Я разговариваю, собака насторожая в это время. И кто-то ломает памятники. Тогда этого-то уже я отпускаю. А этого серьезного к начальнику. А там учили, как чтобы не брать чужое. А мне она привычная ничего не возьмет. Она любила рыбу со сметаной. Вот так. Оставлю, скажу, нельзя. Вернусь с работы, не прикоснется к блюдечку. Вот сколько занятий, я потерял время там. Но зато свидетельство было почти во многих отделах милиции, магазин, где подсаживали. Вот все вспоминаю, как будто чужая биография. И вот сейчас здесь кто так вот будет так все это сделать и ходить здесь. У меня оно, видишь, колени, связь, это, между ними, то, что вот как позвоночник у меня был от тяжести, раздавленные, межпозвоночные там складки такие. У меня еще две грыжи есть там. Вот, а здесь я хожу, и у меня ноги начинают лучше двигаться, а там ходить они как вот. Ну, подняться, это уже гимнастика само собой. Нахождение должно быть. А почему вы не вчера мне сказали, я не знаю, из какой-то страны даже. А вы понимаете, если бы на свежем воздухе, у меня воздух свежий здесь. А во-вторых, жара, куда пойдешь, у меня голова ударила мне крепко на днях трубой. Это первое. Второе, дождь пройдет, куда я пойду. А я один и два, у меня еще и недругописник, где ты любой встретишь. Ты, это, ну, то есть дома закрытый я никого. Вот если вечером я сразу включаю свет, закрою оттуда, чтобы не было видно. Вот вчера я 150 поворотов сделал. Конечно, это маловато, но все равно легче. Вот как опыт дается. Батюшке тоже неладно. Он, видишь, уже на одну ступеньку двумя ногами. Он говорит, надо 10. Я говорю, ты 7 набери сначала. А в городе-то мы идем под мост новый с Львов Николаевной. Вот. Там дойдем мы, где памятная плита Баварина бывшего мэра города. Мы останавливаемся, молимся туда-сюда. Я молюсь, Господи, упокою в обителях небесных. Он был верующий, так много для нас сделал, как бы негде молиться было. Мы одногодки были, 39-го. 20 лет назад погиб. Я помню, на другой день, когда он погиб, я пришел, а прокурор края, Параскун Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Мы посидели, повздыхали, говорят, что он делал, куда гнал, какие-то соревнования были, торопился. На нем столько висело всего. Он был лучший мэр в России. Он входил в десятку лучших, а я их проверил, которые с ним сравнивался нельзя. Его народ любил. Бывший парторг. Сохранились у меня фотографии, когда он дома рассчитывали с недвижимостью. Ударили по рукам, обнялись, и он поцеловался со мной, и я с ним. Вот. Это все входит в милость Божью. У Бога все так вымерено. И с собаками, и колокол, смотри сколько. А вот, ты не показал здесь. Можно показать. Мы здесь молились, когда столы не ставили, когда батюшки не было. Тут иконка, крест сделанный. Не знаю, это видно будет, нет, может быть. Вот, посмотри. Вот здесь мы молились. А здесь вот этот стол. Из того стола. Вон там такой же стол, и здесь. То есть 60 человек. Какая-то свадьба здесь, когда игралась, или корреспонденты приезжают. Маленький такой вот домик. Но вокруг он охватывается в этот. Вот здесь у меня тоже помещается. И там, и здесь. А тут 20 человек. Вот голь на выдумку и хитро говорят. Ну и там можешь обойти вокруг, показать, что мы там делали. И зайди сюда. Покажи. Со всех сторон. Отчасти я показал уже. Сейчас покажу. Все, я полностью. Это подрезали гнилые доски. Под столбы гнилые тоже подставляли эти камни, лыжники большие. Потом вот подмазывали доски, отпиливали гнилушки. Отработкой. Потом шифер. Потом глина. И уже глина, чтобы не размыкало от дождя. Уже сверху вот траву накидали. Накошенной. Тут вот сетка сделана. Когда-то делали, когда лошади были, чтобы лошади не повредили. А стекло. А сейчас просто уже, чтобы стекла не упали. Не разбились. Там братья он ремонтирует. У него глушитель прогорел. Новый купили. Сейчас будут устанавливать. Старую гетьерию сняли. Все заржавело. Вот. Вот мозг есть. Бетонная. А других частей нет. Это доски, которые тут лежали. Гнили под навесом этим. Так. Вот он как выглядит. Единственное, тут нам замечание сделали, что мы тут обрешетку не сделали. Посмотрим. Может, она и выдержит. Скат-то хороший, сделанный. Вот так вот. Этот дом называется скворечник. Почему? Похоже на скворечник. Крыша выглядит. Вот отсюда пошло название. Чарик ждет, когда гулять с ним будут. Ну все. Слава Богу за все. Полевое. Слава Богу за все. Полевое. Полевое.